Здравствуйте! В эфире первого городского программа «Место происшествия» в студии Екатерина Ефимова. О самых главных событиях за сегодняшний день мы расскажем в нашей программе. Смотрите далее. Поймали зайца. Сотрудники уголовного розыска задержали криминального авторитета. Подозревали в хранении наркотиков, а обнаружили фальшивые купюры. Наркополицейские улечили капитана Балтфлота в серьезных правонарушениях. По горячим следам в Калининграде пойманы двое молодых людей, промышлявших квартирными кражами. Криминальный авторитет сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке бойцов СОБРа пойман 36-летний калининградец. Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления. Ранее задержанный уже имел проблемы с законом, а в криминальных кругах и вовсе считался настоящим авторитетом. Подозреваемого задержали на автомойке в областном центре. Как оказалось, мужчина был ранее судим. А его кличку, как говорится, каждая собака в городе знает. Каким статьям сидим? Грабеж. Грабеж? Какой-нибудь статус имеете? Криминальный? Да нет. У вас какие-нибудь клички есть? Заяц. Заяц? Давно у вас такая кличка Заяц? Заяц Сергей имел статус так называемого «смотрящего» за Калининградом на протяжении трех лет. Выйти на след злоумышленника правоохранительным органам помог предприниматель из Гурьевска. 5 марта этого года он сообщил в полицию о том, что в поселке Орловка, в помещении автосервиса, у него с Зайцем произошел конфликт. Криминальный авторитет приехал к потерпевшему и, используя предмет, похожий на пистолет, стал избивать его рукояткой. Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска в ходе проведения оперативных предприятий была задокументирована преступная деятельность так называемого авторитета уголовно-преступной среды за совершением преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса «Причинение тяжкого вреда здоровья». Кроме того, потерпевший предположил, что нападение было связано с его бизнесом. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Екатерина Степанова, специально для места происшествия. Боеприпасы, марихуана и 111 фальшивых купюр. Все это наркополицейские совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Балтийскому флоту обнаружили в гараже капитана вооруженных сил. 28-летний мужчина был задержан с поличным в городе Гусев, когда собирался употребить наркотическое средство. По словам задержанного, марихуану он употреблял нечасто. Максимум раз в неделю для того, чтобы снять стресс. Так и в этот раз в тайне от близких он отправился в гараж. Успокоить нервы. Был в гараже, чтобы употребить наркотическое средство. Марихуану. Давно употребляете? Нет. А сколько? Примерно полгода. В ходе личного досмотра военнослужащего оперативники обнаружили еще и сверток с 8 граммами метамфетамина. Кроме того, при обыске в его гараже наркополицейские нашли 111 фальшивых тысячных купюр, принтер и цветные чернила. Это, судя по внешнему виду, то, что они все идут на один номер, это являются подделки. Купюры номиналом 1000 рублей Банка России. Как утверждают эксперты, в темноте такую купюру несложно спутать с настоящей. Злоумышленник даже приклеил специальную пленку. Чтобы обнаружить, подделку было еще труднее. Но на этом сюрпризы от капитана не закончились. В квартире у мужчины был обнаружен настоящий боеприпас. По имеющимся оперативным данным, задержанный планировал организовать в своем гараже лабораторию по производству метамфетамина. В настоящий момент эта информация проверяется. Материалы по факту хранения военнослужащим, наркотические средства в крупном размере, изготовлению поддельных купюр и хранению боеприпасов направлены для принятия решения о возбуждении уголовного дела военно-исследственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту. За хранение наркотиков, боеприпасов и изготовление фальшивых денег военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, выясняется личность сообщника фальшивомонетчика, который, по словам задержанного, и являлся изготовителем купюр. Скажите, а вот вы сейчас понимаете, что вы не сможете дальше служить? Понимаю. Ну и не жалеете об этом? Жалею. Очень жалею. Екатерина Степанова. Специально для места происшествия. Молодые квартирники. Оперативники уголовного розыска задержали двоих калининградцев, один из которых ранее уже был судим. По данным полиции, мужчины занимались квартирными кражами. За подозреваемыми установили наблюдение. Благодаря этому их удалось поймать по горячим следам. С работы возвращался домой, открыл дверь, она не была закрыта на ключ. Вернувшись с работы, хозяева квартиры никак не ожидали, что их двери будут взломаны, а из жилища пропадут ценности. Молодые квартирники успели вытащить из дома на улице Куйбышева неплохой улов. Хотя, когда на их запястьях сомкнулись наручники, признаваться в содеянном подозреваемые не спешили. Техника, юбилейные монеты и денежные купюры. Все это оперативники обнаружили при досмотре задержанных. Кроме того, при себе злоумышленники хранили и орудия взлома. Но версия с острой необходимостью нарезать колбасу прямо здесь и сейчас мало походила на правду. Ведь ценности, найденные у сообщников, были точь-в-точь похожи на те, что 10 минут назад пропали из квартиры. Задержанные долгое время были под пристальным наблюдением оперативников. Один из них ранее уже был судим. Так, в дневное время задержанные проникали в подъезды домов, с прилегающих улиц искали двери квартир, которые могли вскрыть прочным ножом или путем подбора ключей. Так, около часа дня, после длительных поисков, они зашли в подъезд дома и вскрыли квартиру на четвертом этаже. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В настоящее время с задержанными мужчинами работают оперативники. Их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Екатерина Степанова. Специально для места происшествия. Разлученная колониями. 24 марта в Ленинградском районном суде вынесен приговор в отношении наркоторговцев. Незаконно сбывавших наркотические средства на территории области. Бизнес накрылся медным тазом еще в апреле прошлого года. Так и не успев начаться. По версии следствия, 30-летний мужчина решил заняться продажей наркотиков. На тот момент он уже отбывал срок в колонии за кражу. За помощью он обратился к своей возлюбленной. Однако посвящать ее в свои планы не спешил. О содержимом пакета девушка сначала не знала, обнаружив в нем наркотики, помогать отказалась. Но после многочисленных уговоров и обещаний возлюбленного все же согласилась. Она расфасовала содержимое пакета и передала его знакомому. Дело до конца довести так и не удалось. В итоге организатор незаконного бизнеса суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы. Его подругу к трем. А двум остальным подсудимым предстоит провести в исправительной колонии 7 и 8,5 лет. Приговор в силу пока не вступил. И у осужденных есть возможность обжаловать его в суде высших инстанций. Незаконный бизнес. В Калининграде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коровцы закрыли три подпольных игровых зала. Один из них находился на улице Фронзе, а два других на улице Горького. В зале на улице Фронзе полицейские обнаружили 9 игровых аппаратов. На улице Горького заведения работали не под привычным названием «Бар-24», а под вывесками «Интернет-кафе». В одном из них изъято 19 жестких дисков, а в другом – 23. Все аппараты направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о привлечении хозяев к административному наказанию. По оперативным данным, изъятое оборудование предназначалось для организации азартных игр. Отметим, такие проверки носят постоянный характер. А сейчас внимание на экран. Наш эфир продолжает постоянная рубрика «Розыск». Полиции Калининграда разыскиваются пострадавшие от незаконных действий лабунца Никиты Сергеевича. 29-летний мужчина обвиняется в мошенничестве. 13 сентября прошлого года обвиняемый заключил договор о строительстве жилого дома жителям города Светлый. Он обязался построить для заказчика особняк, но взяв предоплату в размере 400 тысяч рублей, строительством заниматься не стал. Полиция обладает информацией о том, что мошеннические действия мужчина совершал неоднократно. Если вы пострадали от действия лабунца Никиты Сергеевича, просьба сообщить об этом по телефону, которое вы видите на своих экранах. Продолжение следует...